Привет всем! Я только что с почты пришёл электронный штангенциркуль, посылки из Китая, шёл 36 дней, стоил $4.15. Тангенциркуль купить в Китае можно практически любой, можно полностью пластиковый, можно пластиковый, с металлическими губками, можно полностью металлический, но я вот приобрёл вот такой. У меня есть свой штангенциркуль, цена деления на нём 0,1 мм, но при съёмке видео обзоров неудобно пользоваться. Взял вот этот именно для съёмки видео. Тут про него всё написано. Давайте открывать. Не знаю с батарейками он или нет. Если без батареек, то попробую найти. Должны батарейки быть. Сегодня мы посмотрим как им пользоваться. Я вам покажу. Это очень просто. Единственное, сейчас нас останавливает наличие батареек. Но если что, у меня какие-то батарейки есть. Попробуем, может быть поставим. Здесь у нас металлическая, вот это вот металл вставлен и пластиковые губки. Можно купить как полностью металлический, тоже электронный штангенциркуль. Вот здесь тоже написано. Написана батарейка CR44, LR44. Да, походу он без батарейки. Батарейки на самом деле стояли. Достаточно дёрнуть вот за этот ящичок и у вас всё изображение появится. Батарейки активированы. Не знаю как они меняются, но наверное на какое-то время и хватит. Этот штангенциркуль, к сожалению, не измеряет глубину. Он измеряет только внешний диаметр или толщину и внутренний диаметр отверстия. Устанавливаем 0, 0. Здесь можно выбрать миллиметры и инч. Ну, нам интересуют миллиметры. Вот 0. Вот, допустим, как видите, десятая миллиметра. В принципе, как и здесь. Вот замеряем диаметр отвертки. 3 миллиметра. Давайте сверимся с советским штангенциркулем. Он тоже показывает 3 миллиметра. Возьмём потолще отвертку. Удобно. Я взял именно для вас 4,9 миллиметра. Замеряем 3 миллиметра. Теперь замеряем внутренний диаметр. Вот у нас есть, допустим, диаметр этой отвертки. Нам надо узнать, какой диаметр в ней. Вставляем и открываем его. Вот этот внутренний диаметр 9,4 миллиметра. Он OFF, 0 и изменение величин. Ну что ж, конечно, для видео вот этот будет более удачный, чем вот этот. На этом, конечно, плохо видно. Вот такой вот дешёвый штангенциркуль для любительских измерений в принципе вам подойдёт. Советую, покупайте. Самый большой размер до 15 сантиметров. Можно измерить, как видите, даже 153,4 миллиметра. Ну и соответственно диаметр тоже. Если аккуратно пользоваться, то этот пластик будет служить очень долго. На этом всё. Спасибо. Пока, пока. Покупайте, подписывайтесь. До новых встреч. Ссылки, как всегда, под видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова